Дмитрий Шедвенидзе задает вопрос. Может быть у вас и время не имеет свойства искривляться? Дайте, пожалуйста, определите свойства, которые вы называете способностью к искривлению. Ваш эксперимент с маханием линейки и гвоздиком ничего не доказывает. Где ваша замечательная логика имеет смысл проявить уважение к зрителям и как-то готовиться, иначе ваше выступление превращается из просветительских в оскорбительные? Дмитрий Шедвенидзе. Вот что пишет Дмитрий, вот тут просто уровень. Читаем первую фразу. Может быть у вас и время не имеет свойства искривляться. То есть вот эта строчка, это сразу первая строчка бред. Время не искривляется, оно не может чисто технически искривляться. Время может замедлиться, ускориться, убыстриться, но не искривиться. Человек пишет, может быть у вас время не имеет свойства искривляться. То есть Дмитрий Шедвенидзе бредит в прямом эфире, задавая эти вопросы. Ну не смог сосредоточиться. Искривление это отклонение формы объекта от прямолинейности. У времени нет формы. Поэтому искривить форму времени от прямолинейности мы не можем. Человек повторяет за какими-то балбесами вот эти шаблоны. Время имеет свойство искривляться. Он даже произносит эти звуки, он не задумывается. Вот такая глупость происходит. И это же упрёк. Может быть у вас и время. Он типа умный, он оглашает истину, он как бы может даже тыкает носом. У вас время не имеет свойства искривляться. Вы что с ума сошли? У вас время не имеет свойства искривляться. На самом деле это в умении находится вот как раз Дмитрий, дай бог ему здоровья. Как же так с ним происходит? Далее. Дайте, пожалуйста, определение свойства, которое вы называете способностью к искривлению. То есть перекладка такая с больной головы на здоровое. Вот свойства определять способности к искривлению должны делать те балбесы, которым померещилось, что какое-то искривление возможно. Я не говорю, что искривление возможно. Это эти балбесы говорят, что искривление возможно. Вот прежде чем сказать, что такое искривление пространства, они должны были членораздельно обозначить это свойство. Что там у пространства может искривиться? За всё время развития вот этого раздела псевдонауки, ни один человек не смог это сделать. Вот они не могут ни на языке людей сказать, что искривляется в пространстве. Ни на языке гусей нагагакать, что там искривляется. Ни на хрюкать, ни на бледь. Они не могут пальцем показать, вышитать. То есть это сумасшедшие дуроньки такие, которые боромочат об искривлении пространства и не сознаются, что это такое у них гнётся. А вы предлагаете мне давать. Я даю определение. Это слабоумные галлюцинации, мерещащиеся балбесом, что пространство якобы может что-то искривиться. Это не нахрюканные фантазии. Вот это вот свойство, которое может гнуться. Вот не нахрюканные фантазии у пространства могут гнуться, а что-то реальное нет. Вот. Ну и где же ваша замечательная логика? На месте, на месте. И вам того же желаю. Вот. Имеет смысл проявить уважение к зрителям. Как проявить уважение к зрителям? К кому? Тем, которые веруют. Вот к адекватным людям у меня полностью уважение. А вот тем, люди, которые веруют в 21 веке в искривление пространства, я воздержусь от проявления уважения. Я проявлю уважение, когда они восстанут в мышлении своем, вернутся в логику, тогда вот все уважение, какое есть, все будет им. За то, что очнулись, отреклись от ереси, релятивистской. Вот тогда и будет уважение. А пока, извините, нет ресурса для такого уважения. Люди, не соблюдающие гигиену мыслительную, отказавшиеся от логики, уважения к таким людям нет. Вы будете еще продолжать спрашивать? Может быть, у вас время не имеет свойства искривляться? Вы понимаете, сейчас, вот после объяснения, вы понимаете, что вы спросили на самом деле, что тут какая-то лютая, бредятина, свойство времени искривляться? Замедляться! Даже вот на этом уровне. Ну, вот ускорение и искривление – это разные вещи. Ты убыстрелся или погнулся? Вот ты убыстрелся и погнулся – это одно и то же. Я понимаю, что это разное. А вот человек задает вопрос, он не поймает. Времени вдруг у него там искривилось время, и он попал в прошлое. Убыстрелось, замедлилось. По искривлению времени мы отдельный ролик снимали, вот уже все объяснило, но различными способами, даже два ролика, по-моему. Это зомбирование через копчик, когда бормочет вам всякий поток несвязанной, жижи такой, и вы уже не в состоянии интеллектуально отслеживать, что из этого имеет хоть какой-то смысл. Поэтому и получается искривление того, что не может искривляться. Вот тоже тут еще один Дмитрий. Дядя, я не пойму, ты что, релятивистский еретик? Не веришь во что? Сомневаешься в гениальности Эйнштейна? Для всех верующих – это святой отец современной физики, конкретно авторитетный пахан. Вот это вот Дмитрий Бензоев передал нам состояние физики. Это верование в гениальность Эйнштейна. Для всех верующих – это святой отец современной физики, конкретно авторитетный пахан. Вот это вот полная вот такая деградация. В примере с мячом Саватеев просто пытается объяснить разницу о том, что внутри шара он может разместить точки по трем осям, а на поверхности только по двум. То есть на бытовом наглядном уровне объяснить отличие двумерности от трехмерности. Виктор Григорьевич, вы врываетесь из контекста. Вот это вот какой-то лютый бред опять. На поверхности шара по двум осям. Вот внутри шара разместить по трем осям, а на поверхности шара только по двум. Каким по двум? Шар – это объемная фигура или плоская? Вот поверхность, размещенная в трехмерном пространстве, имеющая трехмерный объем, это же не лист бумаги у вас. Что вы говорите-то по двум осям? Это вы путаете. Вот вообще элементарное понятие. Вы объемная и плоская. Геодезически нет такой оси геодезической, которая вам весь шар, вашу поверхность сделала двумерной. Ваша поверхность, она все равно трехмерная. Поверхность шара – это трехмерная поверхность, трехмерный объект. Более того, он не является условно плоским в вашем понимании, которое вы транслируете. Там от поверхности шара возможно перемещение вверх и вниз. Это вот ваши такие самокопошения изнутри, где вы запутались. Вот прям вот запутались. Не думаю, что Саватеев ставил целью кого-то обмануть. Он математик, далек от физики, и пытается его упростить, чтобы понимание было хотя бы на бытовом уровне. Во-первых, вот эта вот толпа бешеных математиков, завравшаяся, подменившая представление людей о пространстве, это жулики, вот фундаментально. Он занимается жульнической, мошеннической деятельностью, он обманывает людей, это по факту. Если ты даешь недостоверную информацию, неважно, физик, ты не физик. Если ты не физик, ничего не понимаешь в пространстве, заткнись, сиди под лавкой, не отсвечивай. Ты же жулик, полез, широкие массы населения, им навязываешь вот эту бредовую точку. Тебя хвалят такие же балбесы, как ты. Детишки думают, что вы какие-то умные, да? Пытаются за вами тянуться, а на самом деле тонут в этой грязи. Тратят свое драгоценное детское время на изучение вот этого бреда. Вы жулики, конченые, вас надо наказывать, вас надо на пинках выгонять отовсюду. Кто изученок говорит, что тела движутся, как им заблагорассудится? Они не говорят, они просто не учитывают, где внешние тела в законе тяготения. Они между строк нет. О них рассказали отдельно нет. Вот когда вы не учитываете воздействие одних тел на другие, то тела у вас как раз и движутся, как им заблагорассудится. Вот вы не учитываете. Вот вы взяли и весь комплекс удаленных объектов выкинули из расчета. Что вы выкинули? Вам какая-то бабушка сказала, что сфера дает ноль воздействия. А кто нам сказал, что там сфера получается в расчете? Там выделена область, там разные показатели в этой сфере в силовом плане. Если у нее сфера. И это вообще уже не сфера, это другой геометрический объект, другая геометрическая фигура. То есть вы реально в 21 веке не учитываете воздействие от внешних тел. Все остальные у вас движутся, как заблагорассудятся. Это вот отсталость, это мракобесие, это слабоумие, это одичание. Вот физическое одичание. Часть физиков одичала, они вот такие голову в голову стряхнули, повыкидывали лишние разделы, которые им не нравятся. И копошатся вот в этих. Они одичали, они деградировали науку, сами деградировали до скотского уровня. И обманывают студентов, это уже в системе. Вот это реальное положение вещей. Пожалуйста, попросите ребят добавлять аудиоверсию роликов. Во многих видео нет важного видеоряда. Было бы здорово иметь возможность слушать на фоне. Например, дизайнер Артемий Реглевев использует Яндекс.Музыку для этого. Очень удобно. Спасибо. Это очень важная позиция. С нашей стороны Иван предпринимает такую попытку. У нас уже такая позиция есть. Также обращаюсь ко всем ребятам, кто имеет такую возможность заливать аудиоверсии роликов. Пожалуйста, заливайте. Пожалуйста, используйте где хотите, как хотите. Пожалуйста, можете монетизировать на себя. Монетизировать на себя любые наши материалы. Пользуйте, как это возможно. Для нашего продвижения очень важно, чтобы информация распространялась любыми способами. Если можете залить аудио, заливайте. Если можете залить видео, куда-то заливайте. Пожалуйста. Закиньте видео приглашение. Посмотрим, как будут отказываться горе-физики. Спасибо. Если кто-то может пригласить уважаемых физиков к нам на канал, приглашайте. Прямо под их видео пишите комментарии. Если кто-то отказывается, проговаривая эту вещь, присылайте ссылочку, будем размещать. Я предлагаю даже по-другому. Сейчас, глядя в камеру, обратитесь к каждому физику, кто считает, что он умнее вас. Пусть приходит, поговорит. Попробует доказать свою точку зрения. Мы всегда открыто приглашаем кого угодно. Любой физик имеет право прийти к нам на канал, просто сказать хочу поучаствовать или просто сбросьте телефон для контакта. Ребята с вами свяжутся, и мы запишем интересные ролики. С уважением, без каких-то насколько это возможно споров и так далее. Просто сравнить в прямом эфире две противоположных радикально друг к другу точки зрения, это очень интересно. информация в таком формате будет полезна и вашему, и нашему каналу. Приглашаем всех ребят, заинтересованных, всех физиков, астрофизиков, астрономов, математиков. Приглашаем обсудить эти темы. Темы интересны. Это гравитация, это законы логики, это соответствие с законом логики, теории относительности, это космология на макроуровне, это версии создания нашей Вселенной, это равновесие во Вселенной, планетарное в том числе. Это все можно обсудить. Приглашаю. Прислали тут ссылку на товарища, посмотрел несколько минут и понял, что таких людей нельзя пускать вообще в большие города. Ну, как бы... Представьте, идет демонстрация такая. Люди там с какими-то транспарантами куда-то идут, идут, встречают этого человека, он с ними начинает заговариваться на какие-то темы. Пол демонстрации пошла влево, утопилась прямо в реке. Вот четвертой части демонстратов просто голову такие полупались чпок, чпок, чпок. В общем, домой вернулись не все. Так вот, из таких людей, которых нельзя пускать в большие города, это вот Сергей Борисович Переслегин. Теоретик фантастики и альтернативной истории окончил физический факультет Ленинградского государственного университета по специальности физика ядра элементарных частиц. Работал преподавателем физики в физико-математической школе при Ленинградском государственном университете. Казанскому университете. Так, что... Ну, там, короче, список. Вот мне прислали ссылочку, я ее немножечко посмотрел. Сейчас, если получится, мы заценим. Добрый день! Как-то так, само собой, сложилось, что зимние котлы постепенно становятся таким же атрибутом Нового года, как Дед Мороз, ёлка, салат, оливье и шампанское. И вновь с 3 по 5 января, то есть сразу после новогодних праздников, мы организуем зимние котлы. Как и в прошлом году, мы будем делать их состоящими из трех различных дней. Но при этом будет задана одна общая тема, которая выглядит примерно следующим образом. Архитектоника, двоеточие, сложное пространство. В действительности речь пойдет на самом деле о сложных пространствах, о методоксе пространств. Здесь уже есть версия Громова и как раз надлежит ее проверить должным образом. О том, как соотносится методокс сложного пространства с методоксом сложного времени. Как все мы помним, деление пространства на время дает скорость, это все хорошо и здорово, но что означает... Что означает деление методоксов? Каким образом вообще можно строить эту операцию? Об этом нам тоже предстоит поговорить. Далее мы попытаемся ответить на вопрос «Что такое пространство в языке чисел мису?» Да, но как-то уже так случилось, что мы описали живое, не совсем живое, то есть не до конца живое, живое, близящееся к разумному, разумное, немного недотягивающее до Ку-3, разумное, превосходящее Ку-3. Мы даже о Ку-4 немного поговорили. Но вот единичка понятия материя осталась в общем-то на том же уровне, на котором оно было изначально, то есть в конце 19-го, в начале 20-го века. И это не так жалко, как то, что мы ввели понятие Ку-0, нулевое число мису, пустое пространство-время, вообще никак не описав, что это такое. И вот сейчас надлежит это сделать. Мы ввели понятие, не описав. Ну, просто джем, это даже, не знаю, нужно это комментировать. Это вот, короче, просто набор сладких звуков об этом, как-то имитация научной деятельности, это вот, я не знаю, как это комментировать. вот усказочная какая-то тема. Надлежит понять, что это такое, связать это с квантовой механикой, с позицией наблюдателя, взаимодействие пространства, взаимодействие пустого пространства с материей. Это описывал Эйнштейн, это описывал Уиллер. Взаимодействие пустого пространства с сознанием наблюдателя. В какой-то надеюсь, понимают, что пространство не взаимодействует в материи, но материя может быть расположена в пространстве, а тут человек это хочет постигать. Дальше, что там, пространство и сознание, как пространство взаимодействует с сознанием. В какой-то мере это описывала квантовая механика. А какие еще здесь возможны взаимодействия? Да, конечно, есть у меня надежда, что работая над этим проектом мы рано или поздно сумеем выйти на Тигра Шреддингера. Напомню, что код Шреддингера связывает макроскопические и микроскопические явления. А вот Тигра Шреддингера понятие сугубо теоретическое. Это связь микроскопических явлений с космическими, астрофизическими, мегаскопическими. Может ли он вообще существовать? Это отдельно и крайне интересный вопрос. Короче, первый день это все пространство и первый день это проектируемая предельная игра сотворения мира. Напомню, что предельных игр вообще очень немного. До сих пор мы, наверное, сыграли две или три таких игры. Ну вот для препарирования я правда не знаю, как это препарировать. Это вот прям неразлепляемый поток. это вот прям джем. Джем. Просто если обычное видео смотрим и там раз в минуту можно что-то ну раз в 15, раз в 5 секунд. Здесь надо остановить реально каждые полсекунд, каждое слово как вид искусства. То, как он это все соединяет в один поток мыслей, если это можно назвать так. на демонстрацию увезти он может. Катюшеку плюс 10 в карму за многолетнее терпение цените это. Он мог давно плюнуть на это все и жить своей жизнью вообще. Задумайтесь, почему до сих пор нет ни одного видео с кем-нибудь адекватным, кто мог бы спокойно сосредоточиться и говорить по теме. Если в природе адекватные люди есть, идут ли они в физике, как правило, нет. Единицы могут пойти в физики адекватных, потому что ну старое поколение оно уже схлынуло, а современное поколение оно в большинстве своем воспитано на вот этой лженауке. Вот представьте, вы находитесь в учебном заведении и вас заставляют зубрить недостоверную информацию. Вы на уровне первичной логики понимаете, что это бред. И дальше о какой адекватности можно говорить, если вы это все, допустим, через себя пропускаете и примыкаете к этой секте релятивистов. Адекватный сценарий какой в этом случае. О, крутой лудильщик. А котюшек-то не прав. Физики пространства, запятая, время, сила это неопределяемые понятия. А Борис прав, поскольку физики мы определяем только способ измерения этих понятий. Вот представьте, физики, пространства, время и сила неопределяемые понятия. Вот это ему хочется так. Действительно, часть физиков этой глупости придерживается. и что-то подобное мы в принципе слышали от Бояшинова, когда он говорил, что это способ измерения. То есть это лютый бред. Это лютый бред. Во-первых, это вранье, во-вторых, это лютый бред. Вранье почему? Потому что понятие время определено, понятие сила определено. Понятие пространства не определяется уже длительное время, потому что релятивисты захватили все наше образование и скручили пространство. Изопределения нельзя. В то же время где-то в энциклопедиях можно получить это понятие. Сделайте бусти. Бусти есть. Бусти ссылка под каждое видео на бусти есть. Как масштабные гонения на православных христиан в Восточной Европе стали реальностью. С начала военной специальной операции как на самой Украине так и в странах Европы обострились антирусские одновременно с ним антиправославные настроения. И дальше список длинный длинный список захвата храмов осквернения репрессии против чиновников отказывающих участвовать в незаконных действиях против верующих серии обысков прямой запрет деятельности перенос церковных праздников на западный манер угроза нападения открытое сотрудничество с Ватиканом в странах Балтии репрессии против населения и нападки на РПЦ Семь Латвии признал независимость церкви от московского патриархата премьер-министр Литвы заявил что правительство республики поддерживает переход юридисцию в Константинополь патриархата глава МВД Эстонии потребовал от митрополита Таллинского осудить слова патриарха Кирилла и так далее длинный длинный список конкретных действий это как раз тому что война является католической это вот реально агрессия католического мира завуалированная переплетенная с англосакскими вот этими агрессивными тенденциями и нападками с долгосрочной вековой войной против России неважно какими мы будем хорошими или нехорошими с нами все равно будут воевать это данность это надо понимать пока есть конкретный враг который с вами воюет вот вы с ним не воюйте что хотите делаете он будет с вами воевать так вот пока он есть и пока он с вами воюет вы должны хотя бы понимать ситуацию на этом уровне Понимать, кто именно с вами воюет. Этого понимания два года назад не было, кто именно с вами воюет. У значительной части современного руководства России на должностных постах люди находятся, не понимают, с кем именно идет война. Что это Британия, Ватикан, Штаты. Они не понимают. Они либо воюют с одними штатами, не зная, что основная интеллектуальная угроза исходит из Британии и Ватикана. Они этого не видят. А задача именно, чтобы мы воевались, на нас натравили собак, мы грызлись, спустились на уровень собак, грызлись собаками, а затейник находился в стороне. И он это уже делал неоднократно, замечательно это делал, профессионально. Он натравил на нас в свое время Японию, русско-японская война. И мы грызлись в этой войне. И затейник, организатор этой войны, ничего не получил. Никаких ответных действий. Это была многократно вот такая схема. Мы грызлись, и из-за того, что мы не можем сосредоточиться и понять, с кем мы воюем, мы не даем сдачи. Здравствуйте, Виктор. Ваши отношения к Гоблину озвучили. Спасибо. Было теперь интересно узнать ваше мнение о Жириновском и Задорнове. Просто любопытно. Задорнов. Ну это профессиональный артист. Как профессиональный? Профессия у него стартовая другая, но он своей карьерой показал, что он профессионал. Профессионал своего дела. То, что касается представлений его об истории, ну он действительно озвучивал ряд фактов, которые не популярно было озвучивать, не модно, не разрешено, скажем, в рамках мейнстрима озвучивать. По следам русской цивилизации в Европе. Ну это действительно факты, которые Задорнов озвучил. Он где-то мог там какие-то перегибы допустить, я не знаю, там допустил он или нет их. В силу того, что у него, ну, как бы подход сам не научный, а такой популяризаторский. Ну в целом очень замечательно. Как творчество. Я с удовольствием в свое время смотрел эти его веселые монологи. Жириновский, Жириновский, Жириновский очень яркий товарищ, яркий. Недопустимый, конечно, к управлению страной и так далее. Он, ну, как декор такой для страны опасный в случае его принятия в какую-то должность. Невозможно-то от таких импульсивных людей. Ну, в бытовом плане я понимаю, что просто товарищ невыносимый. Ну, сразу, ну, если где-то, допустим, при освоении в Сибири в коллективе там из десяти человек попался бы такой Жириновский, ну, сразу в лоб надо было бы пробивать, потому что, чтобы он успокаивался как-то, с таким находиться невозможно. Но яркий в плане политического своего воззрения создавал картинку, притягивал к экранам миллионы людей. Жириновский красавчик. Имеет не одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит, утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова